Зачем? Зачем мы все это можем? Смотрите, что дальше. Мы сразу понимаем, что Земля круглая, что она ведется вокруг Земли. А раньше мудрецы говорили, что Земля плоская, стоит на трех славах, а три слава стоят на черепахе. Это правда? Конечно, не правда. О покорении космического пространства, первом полете человека к звездам, научных исследованиях и открытиях, спутниках, дистанционном зондировании Земли и многом другом. Объяснить простым языком довольно сложные процессы. Такая задача перед сотрудниками компании «Газпром Космические системы» стоит не впервые. Экскурсии для юных гостей здесь проводятся на регулярной основе. Вот и в преддверии начала учебного процесса в школах подготовили интересную программу для детей сотрудников. Тем более, что этот год президентом Российской Федерации объявлен годом педагогика и наставника. И мы и к первому сентября, к Дню Знаний, и к этому событию приурочили сегодняшнее мероприятие. Тем более, что оно носит не развлекательный, а профориентационный характер. Сегодня здесь собрались дети от шести лет, начальная школа, до восемнадцати лет. «Газпром Космические системы» – один из крупнейших отечественных операторов спутниковой связи. Мальчишки и девчонки побывали в самом сердце телекоммуникационного центра, откуда ведется управление группировкой космических аппаратов компании. Много узнали про спутники, в принципе, про космос. Очень интересно, как это работает, как это все исследуют. Все круто, все понравилось. Очень хорошо, что все интересно. Одно дело посмотреть, и совсем другое – принять участие лично. Юным гостям выпала возможность собрать и настроить настоящую станцию, конечно, под чутким руководством профессионалов. С живым интересом в глазах ребята с удовольствием участвуют в этом процессе. И, возможно, кто-то из них в скором будущем пойдет по стопам своих родителей или вдохновиться примером их коллег. Такие экскурсии – хороший пример ранней профориентации. Как еще зародить у ребенка интерес к профессии, как невозможностью попробовать себя в деле. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.